Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг, 6 июля, за богослужением читается Евангелие от Матфея, 46 стиха 12 главы по 3 стих главы 13. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Вовремя оно, глаголющую Иисусу к народам, Все мати Его и братья Его стоят у вне, ищущих глаголы Те Ему, рече, женики Ему. Все мати Твоя и братья Твоя вне стоят, хотящих глаголы Те Тебе. Он же, отвечав рече, как глаголющим Ему, Кто есть мать моя и кто суть, братья моя? И прости руку Свою на ученики и Своя рече, Все мати моя и братья моя. И же баще сотворит волю Отца Моего, И же есть на небесе Твой брат мой и сестра, и мать им есть. В день же Твой ишет Иисус из дому, сидя же при море, И собравшись к Нему народе мнозе, Як уже Ему в корабль влезьте и сестье, И весь народ на брезе стояше, И глагола им притчами много. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Когда же Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, Желая говорить с Ним. И некто сказал Ему, Вот Матерь Твоя и братья Твои стоят вне, Желая говорить с Тобою. Он же сказал в ответ Говорившему, Кто Матерь Моя и кто братья Мои? И указав рукою Своей на учеников Своих, Сказал, Вот Матерь Моя и братья Мои, Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, И собралось к Нему множество народа, Так что Он вошел в лодку и сел, А весь народ стоял на берегу, И поучал их много притчами. Во время того, как Господь наставлял учеников и людей, То пришли Матерь и братья Его, Но не могли подойти к Нему по причине Множества окружавших Его людей. Необходимо отметить, Что у евреев братьями назывались не только родные, Но также двоюродные и троюродные братья, Как и близкие родственники вообще. Упоминаемые здесь братья Спасителя В некоторых евангельских повествованиях Называются по именам Иаков, Иосия, Симон и Иуда. Сопоставляя рассказы четырех евангелистов, Можно заметить, что матерью всех этих братьев Христа Была Мария Клеопова, Которую евангелист Иоанн называет Сестрой Матери Его. Мария Клеопова считалась двоюродной сестрой Пресвятой Богородицы, Являвшейся единственной дочерью Иакима Иоанны. По преданию, та Мария была женой Клеопы, Который и был отцом братьев Иисуса. И так как родственники Христа по плоти Не имели возможности лично приблизиться к Нему, То некто сказал Ему, Вот матерь Твоя и братья Твои стоят вне, Желая говорить с Тобою. Желая выразить мысль о том, Что духовное родство с людьми, Слушающими и воспринимающими Его учения, В Его глазах было выше, чем плотское. Спаситель вопрошает, Кто матерь моя и кто братья мои? Ефимий Зигабен пишет, Так как он тогда учил народ, И было неприлично оставить его И бежать к матери и братьям, То и говорит, Какая это у меня мать, И какие у меня братья, Чтобы из повиновения им Я пренебрег пользуя столь многого народа. И так не унижая их, Сказал эти слова, А показывая, что спасение погибших Он считает дороже повиновения Родителям и родственникам. И нисколько не удивительно, Ради этого спасения Он благоволил иметь и мать, и родственников. Без сомнения, Кровные узы всегда остаются той связью, Которую ничто не может порвать. Но также верно и то, Что самыми глубокими И искренними отношениями в жизни Являются родство ума с умом И сердце с сердцем. Люди становятся по-настоящему близкими И обретают подлинную дружбу и связь Лишь тогда, Когда их объединяют убеждения, Принципы, интересы и цели. Самый яркий пример – Это наше стремление к Богу, Единство и единение во Христе. Показывая, что все люди, Единственная цель которых Исполнение воли Божьей Являются по-настоящему родными для Него, Христос добавляет, Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Архиепископ Аверкий Таушев замечает, Господь всегда питал нежное чувство К Своей Матери И даже вися уже на кресте Поручил Ее заботам Своего возлюбленного ученика. Но тут, когда во время Произносимого им поучения к народу Его хотели оторвать от этого, Он показал всем, Что исполнение воли Отца Небесного Для Него выше родственных чувств. Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, Тот мне брат и сестра и матерь. Наступление Царства Божия на земле Возможно лишь при исполнении воли Божьей На земле, как на небе. Сам Христос в полноте явил это чудо. И Божия Матерь Всей своей жизнью была устремлена К этой тайне И приобщилась ей, Как никто из людей, Являя родство со Христом Не только по плоти и крови, Но и по вере, смирению, Чистоте и любви. Когда человек направляет Свою волю согласно воле Божьей, То благодатной помощью Святого Духа И предстательством Пресвятой Богородицы Начинается подлинное сыновство. И действительно, Все люди – дети Божьи. А потому каждому человеку Даруется равная возможность Вступить в родство с Богом Через исполнение воли Божьей. Исполнение воли Божьей Является именно тем, Что дает человеку возможность Находиться в общении И единении со Спасителем. Только тогда исполняем мы волю Божью, Когда слушаем и храним Слово Его, Укрепляющее в душе веру И побуждающее любить ближнего И творить дела милосердия. Сила благодати, сокровенная В Слове Божьем, Укрепляет волю к исполнению Заповедей Божьих, Постепенно возводя человека К совершенству И блаженной вечной жизни. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, душа моя, Господа! Благослови, не си, Господи! 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 Продолжение следует...